Десятки схем, эскизов, часть которых специфические документы, понятные в основном профессионалам. В новейшей истории Изумрудного было много проектов, но лишь этот, наконец, воплощают. Возможно, потому что впервые его разрабатывали под наблюдением общественников и с учетом мнения самих горожан. А те сказали, хотим просто гулять в тишине. Поэтому мы осознанно отказались от аттракционов и развлечений в парке, а сделали упор на отдых, семейный отдых, тихий отдых, дополнительные услуги, культурную составляющую, событийную составляющую. Аттракционы маленькие, нешумные, вместо кафе – мини-павильоны. В остальном – небольшие некапитальные сооружения, аккуратно вписанные в архитектуру парка, оставшуюся по наследству от советского периода. Жители Барнаула, да, наверное, и многих других городов привыкли. Если реконструируют какой-то более-менее старый объект, то зачастую просто сносят под корень все прежние постройки и сверху ставят новые. Здесь не так. Авторы реконструкции Изумрудного решили максимально сохранить советское наследие парка. Ну, в частности, вот эту старенькую, но все еще крепкую и, главное, очень стильную входную группу. Среди новшеств, которыми не может пока похвастаться ни один парк города, специальная площадка для выгула собак. Вернется, правда, не сразу в строй и знаменитый пруд. В целом парк разделили на несколько тематических зон. Спортивную, ее соединят со стадионом Клевчения, для активного отдыха, детские площадки и так далее. Самая большая, мемориальная, посвящена проходившему здесь Томскому Серебряному тракту, кладбищу, месту расстрела сторонников советской власти. Она же сильнее всего пострадала от рубок деревьев. И здесь уже начались работы. Высадили десятки саженцев. Осенью добавят деревья крупномеры. Владислав Вакаев, руководитель Краевого фонда имущества, говорит, несмотря на финансовые трудности, которые испытывают сегодня вообще все, большую часть работ первой очереди все же должны выполнить. В первую очередь в этом году построить велобеговую дорожку по периметру парка с освещением. Потому что именно эта дорожка является, знаете, такой осью главной парка. Потому что здесь именно люди в основном гуляют, занимаются спортом, мамочки с детьми. То есть это вот такая дорожка, которую, построив ее в этом году, мы бы уже смогли оживить парк. Реализация остальных объектов зависит уже от дальнейшего финансирования, а также от барнаульцев. Эскизный проект выложен в открытый доступ в городских соцсетях. Ей высказаться может любой горожанин. Некоторые правки, например, сделать больше грунтовых дорожек вместо бетонных, авторы уже приняли к сведению. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова